Сейчас мы займемся приготовлением завтрака в сугубо мужской компании. Юль, тебя не считаем, ты наш соратник, подельник и все такое. С нами Станислав Савчук, директор идейческого агентства «Дипломат» и Савчук-младший Дмитрий. Доброе утро тебе, Дима! Доброе утро! Доброе утро! Так, ну что, друзья мои? Хотела сначала определиться, что мы сегодня будем готовить. Что за завтрак? Самое простое – сырники и салат фруктовый с йогуртом. Какие ингредиенты нам понадобятся вообще? Нам понадобится сыр, извиняюсь, творог, 200 грамм, яйцо, мука, сахар, добавки различные. Ну и, соответственно, фрукты с йогуртом. Давайте уже непосредственно будем приступать, чтобы у нас были в процессе разговаривать и делать, чтобы у нас все приготовилось. Так, ну что, Дмитрий начнет резать банан потихонечку. Я вот переживаю. Дмитрий уже держал нож в руках? Да. Держал, да? Что готовил уже? Расскажи. Ну, салат. Салат, да, готовил? Ну, вот давай прямо сейчас. Твоя миссия – порезать банан. Главное – осторожно, Дима. Да, держи вот так ручки. Вот здесь вот. И потихонечку нарезай. Мы пока будем подготавливать сырники. Ну, а мы тут уже начинаем разогрев сковороды. Вроде вот так у нас все работает. Держал, я хотела спросить. Вот на самом деле, если по-честному, как часто дома готовишь завтрак? Или все-таки это на жену перекладываешь? Ну, в основном стараемся, чтобы приготовление пищи было не в тягость, в удовольствие. Поэтому у кого хорошее настроение, кто проснулся пораньше, тот и готовит. То есть так, чтобы сегодня я, завтра супруга, такого нет. То есть кто встал пораньше, тот и готовит. Потому что хорошее настроение мужчины, оно зависит от хорошего настроения супруги. Согласна. Замечательное слово. Ну, просто придерживаешься вот этой тактики, которую я заявил в начале нашей встречи. То есть если вы хотите, чтобы день прошел нормально, обеспечите женщине с утра хорошее настроение. Абсолютно. И в этом смысле мы сейчас занимаемся делом показательным. Поскольку, я надеюсь, наш опыт по созданию хорошего настроения у второй половины будут перенимать завтра многие мужчины. Вообще тебе хватает времени, вот, ну, все-таки обширная и занятая юридическая практика. Хватает времени на вот какие-то вот такие кулинарные слабости дома? Или только завтрак, может быть, как-то распространяется на вторую половину дня? Дома в основном завтракаем и вечером кушаем. А днем где-то вот там в кафе, в кафе, в кафе, в бизнес-лайш. Бизнес-лайш. Вот, поэтому с утра, конечно, лучше желательно покушать. То есть я по себе замечаю, если с утра не поел, либо что-то не то съел, то есть быстро на ходу, то тогда днем как-то вот и процессы идут тяжелее, и голова не мыслит. Поэтому с утра... Обязательно, завтрак. А все-таки придерживайтесь правильного завтрака? Да, или вот, может, там, яичницу с сосисками, или все-таки это кашки, это какие-то... Вот действительно фруктовые салаты, что-то такое. Яичница с сосисками, кстати, это один из наших фирменных блюдов. И фирменных, это классика английского завтрака, конечно. Поэтому и ее тоже надо учиться готовить, чтобы она не подгорала, была хорошо прожаренная. Поэтому ее тоже, конечно, используем очень часто. Ну, а вообще, вот, отталкиваясь от Юлина вопроса, есть какие-то правила относительно того, что вы едите? Обязательно это... Ну, сейчас модно, да, здоровый образ жизни, малокалорийное, свежее. Какие вот у вас существуют на этот счет внутрисемейные правила? Что порежешь? Поначалу сильно никто, по молодости не разбирается, там, что кушать. По молодости никто и не задумывается об этом. Насыпали. Сейчас, конечно, маленечко начинаешь вникать, что лучше кушать, что для тебя полезно, да, для твоей группы крови. Если вот мы говорим о правильном питании, да. Ну, самое главное, это чтобы пища для меня лично, вот, я считаю, что не надо жирную кушать пищу, да, то есть среднюю. И чтобы был большой ассортимент продуктов, допустим, там, яблоки были, фрукты, овощи. Ну, и все это сильно не жарить, а чтобы оно было в полусыром состоянии. Ну что, давайте формировать уже сырники. Мне кажется, мы так непосредственно к этой стадии приблизились. То есть перемешиваем творог с яйцом, добавляем сахар. Сахара в меру, кстати, так вот много не надо, не увлекайтесь, друзья. А, мука также. Одна ложка достаточно будет. Это все хорошо перемешиваем. Сырники можно также делать добавки различные. Например, мы сегодня взяли изюм. Также можно туда для очень хорошего вкуса добавить цедру. Дмитрий ее сейчас нам быстренько сделали. Да, натрет Дмитрий. Дмитрий, держите. Юречка, ты, пожалуйста, присматривай за юным джентльменом. Все-таки неопытные детские руки, ножи, терки, все это вообще требует контроля. Я смотрю, он очень умело вообще справляется. Дима, ты как часто родителям помогаешь готовить? Не знаю. Не знаешь, ну не очень, да, наверное, пока часто. Твой любимый завтрак, что ты любишь больше всего? Кашу с сосисками. Кашу с сосисками. Слушай, оригинальный рецепт, оригинальный. Да, у него есть еще сестренка Даша. Они вот, когда начинаем что-то готовить, они вот дерутся, кто будет резать, кто будет... Тереть что-то. Вот что значит правильное воспитание. Дети сами хотят готовить, хотя для многих это наказание считается. Так, у нас... А у нас ковырна вообще нагрелась? Да, у нас тут все как бы работает. Она уже ждет сформированных... Да, 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 вот это. Станислав, относительно того, вот, ну не все можно приготовить в домашних условиях, да? Все-таки возможности обычной городской кухни, они ограничены. Ну вот, что касается каких-то заведений, где можно попробовать какую-то экзотику. Здесь есть какие-то предпочтения? Вот какая кухня вызывает в Восточную? Восточная, там, китайская, японская, может, какая-то вот другая? Если мы куда-то идем, то для меня интересно попробовать тайскую кухню, том-ям. Ну, либо суши тоже иногда, вот почему-то охота их. Ну, то есть вот это вот паназиатское направление. Да, паназиатское направление, оно острота, чтобы было, и колоритность такая Восточная. Ну и, надо сказать, в нашей суровой глуши это действительно экзотика. Далеко не всегда у нас здесь можно обнаружить те продукты, которые входят как раз в состав азиатских глушек. Давайте уже добавим к центру апельсина и уже будем жарить непосредственно. Дима, немного, но на чёр, я думаю, достаточно этого больше. Да, конечно, для вкуса этого. Да, сам вопрос. Более, более чем. Сырники получатся у нас с витаминами, со свежими фруктами, с изюмом. Так, я тут на себя возьму контроль температурного режима. Если что, будем добавлять пока вот на пятерочке, но здесь уже прямо вот у нас всё готово. Можно на оливковом масле, можно на обычном. То есть, в принципе, всё готово и можно выкладывать. Ну, хочу сказать, что... Слушай, как-то оригинально, ты вот обычно сырники формируют на месте, а потом уже... А это мужской подход. А ты прямо делаешь нам какие-то такие сырные котлетки. Да, сейчас будем их переворачивать прямо на сковороде. Так, вот, кстати, у нас тут есть специальный переворачивальный прибор. То есть, 200 грамм – это вот порция, исходя на двух человек. Станислав, хотелось спросить, всё-таки на международный женский день, как обычно поздравляете свою жену, возможно, маму там? Какие подарки? Может быть, сложились какие-то семейные ритуалы? Да, или традиции, возможно, как-то отмечаете именно определённым образом. Ну, обязательно, то есть, это как выходной, это повод собраться всей семьёй. И мы, как правило, всех родственников с утра, мужчины, то есть, со всех семей, там, у брата, у меня. То есть, мы собираемся, и каждый едет, вот, поздравляет женщин. То есть, цветы дарим, ну, а вечером уже там, после обеда, собираемся у кого-нибудь. То есть, у вас такой серьёзный подход, тут продумать, как спецоперацию, там, значит, ты вот на правый фланг, ты на левый, я беру на себя центр, развозим цветы, подарки, вечером встречаемся на базе. Да, потому что это очень приятно, собраться всегда с семьёй, ну, и приятно всегда девушек своих поздравить лишний раз, подарить цветочки и что-нибудь приготовить. Так, давайте мы сейчас у Дмитрия спросим, а приготовил ли он какой-нибудь подарок для мамы. Мы можем не говорить, что это будет, потому что не получится сюрприза. Но ты вообще провёл какую-то работу на мамин праздник? Один. Я ещё не готовил, да. Ещё не готовил даже. Дружище, знаешь, сколько мужчин сейчас сидят, да, я же ещё ничего не приготовил, но у нас ещё есть день. Смотри, у тебя прямо сейчас есть уникальная возможность маму поздравить через телевизор. Как тебя маму зовут? Как тебе говорят? Ольга Анатольевна. Ольга Анатольевна, что ты маме пожелать хочешь? Здоровое. Здоровое, что ещё? Счастье. Счастье, ещё чего? Всё. Всё, здоровое и счастье, Ольга Анатольевна. Желаем. Я думаю, Станислав тоже скажет своё слово, но немного позднее. Давайте пока у нас жарятся, мы прервёмся на короткую рекламную паузу. Мы совсем скоро вернёмся, будем заправлять салат и переворачивать уже сырники и пробовать. Продолжение следует...